МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Глава региона Александр Цибульский сегодня в ходе рабочей поездки посетил объекты коммунальной инфраструктуры муниципального предприятия объединенных котельных и тепловых сетей. Какие решения приняты? Подробности в нашем выпуске. В эти дни в Сочи проходит международный форум добровольцев. Для участников организованы дискуссии, мастер-классы и профильные секции с участием ведущих экспертов. Среди более 7 тысяч волонтеров из разных стран делегация из Ненецкого округа. В первом вокальном интернет-конкурсе каверов на ненецком языке «Поющие голоса» принимают участие 10 жителей из нашего региона. Конкурс организован по инициативе Комитета малочисленных народов Севера Ямала-Ненецкого округа. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В начале выпуска вернемся к событиям вчерашнего дня. Порядка 10 часов потребовалось коммунальщикам, чтобы устранить аварию на участке городского водовода в районе улицы Ленина и подать воду потребителям в жилые дома и учреждения. Устранение аварии, по оценке специалистов, прошло в штатном режиме. Далее подробности. О том, что произошел прорыв водовода в районе улицы Ленина, стало известно еще ночью. Огромную лужу во дворе своего дома первым обнаружил один из жильцов дома номер 18. Около двух ночи он позвонил в службу 112. Однако специалисты по КТС, в чьем ведомстве находится водовод, приняли решение приступить к ремонтным работам утром, поскольку требовалось время на согласование земляных работ с собственниками сетей, прилегающих в этом прорыве. Определились по исполнительной документации, что там проходит магистральный водопровод диаметром 200 мм, чугунный. Срок его эксплуатации 35-40 лет. Вот, то есть старый очень. Ну и, видимо, под нагрузкой просто эта чугунная труба налопнула. Сложность проведения аварийных работ, в том числе по их срокам, заключалась в том, что водовод пролегал на значительной глубине – порядка 6 метров. Подступиться к участку прорыва мешали и грунтовые воды. С ними справлялась силостная машина, которая есть в технопарке ПОКО. Ремонтировали старый чугунный водовод с помощью современных технологий. У нас сейчас это новая технология, такие есть прижимные муфты, которые как раз пригодны для ремонта чугунных водопроводов. Так как сейчас уже такие трубы не прокладывают. Сейчас в основном пластиковые прокладывают. Аварийная бригада ПОК-ТС достойно справилась с задачей, несмотря на ее сложность. Уже к вечеру ранее обещанных сроков водоснабжение в жилых домах и учреждениях было восстановлено. Запуск начали около 18 часов. Но, к сожалению, потребители не сразу все получили воду, потому что система была пустая, она наполнилась водой. И к 21 часу, даже, наверное, пораньше, где-то к 19 часам, все потребители были с водой. На котельных это не отразилось, потому что мы сразу же ограничили потребителей потреблением горячей воды, чтобы вода не тратилась. Поэтому котельные не отключались, тепло подавалось всем в штатном режиме. Ну вот, единственные ограничения были по холодной и по горячей воде. Учитывая высокий износ сетей водоснабжения, он составляет 82%, а канализационных сетей – 65%. Это не первая и, скорее всего, не последняя авария. Коммуникации в деревянном Нарьинмаре прокладывались 40 лет назад и в настоящее время требуют модернизации, в том числе с учетом темпов роста жилищного строительства. Несколько аварий за последние несколько месяцев, которые произошли в городе, очевидно нам говорят, что мы стоим на пороге принятия серьезных решений по модернизации сетей. И со следующего года мы будем выделять дополнительно финансирование для того, чтобы эти сети модернизировать. Мы четко понимаем первоочередные мероприятия, связанные с тремя канвязками и с сетями по улице Ленина, где уже есть существенные аварии. И с этого, наверное, начнем. Инвестиции потребуется довольно приличное больше. 200 миллионов рублей, но будем изыскивать. Потому что, конечно, с учетом увеличившихся темпов строительства, как вы сказали, у нас просто уже сегодня нет другого выхода, кроме как начинать серьезно замодернизировать сети. В продолжении темы вместе с нашей съемочной группой отправляемся в рейд по объектам коммунальной инфраструктуры города, где сегодня в рамках рабочей поездки побывал глава региона Александр Цибульский. Он посетил три котельные на улице Хатанзейского, Студенческой и Пионерской, а также очистные сооружения города и на Бондарке. Эти объекты выбраны не случайно. Как отметил руководитель предприятий объединенных котельных и тепловых сетей Наталья Бетхер, они либо проблемные, либо являются примерами для тиражирования положительного опыта. Первый объект – котельная на улицах Хатанзейского. Здание старое, 70-х годов постройки. А вот начинка – по последнему слову техники. Немецкие котлы сменили своих предшественников четыре года назад. Я требую на модульную котельную, на автомат, она сама работает без людей. Раньше старые паровые котлы Е1-9. Мы их демонтировали, запустили уже вот эти современные котлы. Кстати, немецкая фирма, восьмая. Сейчас работает она в автоматическом режиме. КПД у нее очень хорошее, высокое КПД. Раньше старые образцы котлы, они же были так себе, а эти уже современные котлы. Как бы, держать температуру, какая нужна, вот именно. Там режимная карта, все устроено, автоматика, КПД, все она держит. Чем сильнее мороз, тем выше теплоноситель к людям. Автоматизация была произведена за счет собственных средств ПОКИТС. Сейчас предприятие на объекте проводит диспетчеризацию. Сейчас у нас уже здесь диспетчеризация выполнена. Единственное, монтаж, вот до 6 декабря у нас контракт. Монтаж оборудования в центральной диспетчеризации ведется. То есть там на мониторе мы будем видеть все. Уже будет сеть центральной. Да, да, да. Эта котельная отапливает многоквартирные жилые дома. На улице Выучейского здания, расположенные в районе конечной остановки морского порта и отчистные сооружения. Еще одна гордость городского коммунального хозяйства, которая также достроена за счет собственных средств ПОКО, котельная на улице Пионерская. Мощная, вырабатывает более 12 мегаватт в сутки. И полностью автоматизирована. На контрасте с двумя предшествующими котельными играет котельная по улице Студенческая. Объект старый и требует модернизации. В первую очередь хотели посмотреть состояние наших котельных. Какие-то из них уже прошли модернизацию. И в этом смысле мы посмотрели тот пример, который может и оптимизировать, и увеличить коэффициент полезного действия от наших котельных. Будем в этом направлении двигаться. Сегодня уже порядка 8 из 18 котельных у нас автоматизированы. Насколько мне рассказали, выведены на единый диспетчерский пункт, что, конечно, позволяет серьезно улучшить качество работы. Далее посещение очистных сооружений. На центральных городских в центре внимания долгострой, который на техническом языке называют «тысячник». Это пытались допустить. А так весь процесс проходит здесь. Он периодического действия. Сначала воздух подается, потом воздух выключается, потом идет отстой. То есть то, что мы посмотрим, то, что у нас есть, там линия. А тут все в одном диореакторе. Как отметила Наталья Бетхер, в ближайшее время должны быть полученные заключения экологической экспертизы на пригодность установленного оборудования. На финишной прямой вышли работы и на очистных сооружениях бандарки. Мы посмотрели тоже уже такой больной старый вопрос, касающийся очистных сооружений. Городские очистные сооружения сегодня тоже уже понятный график работ. Думаю, что к июню месяца город должен закончить все документальные процедуры, связанные с получением документации проекта смертной. И те необходимые другие документы, которые нужны. И с июня месяца уже в соответствии с графиком, который мы составили, начнутся уже работы по их доработке и введению в эксплуатацию. Здесь на бандарке очистные сооружения, если вы помните, с ними тоже были определенные проблемы. Здесь мы прямо на финальной уже находимся сейчас в стадии. Все необходимые технические решения, связанные с поступлением ненормативных стоков с мясокомбината, решены. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, может быть, либо до конца года, либо в начале следующего года, они уже начнут работать. В целом, на модернизацию коммунальной инфраструктуры города отметила руководитель Покетесса, необходимо более 1 миллиарда рублей. В частности, средства нужны на решение проблемных вопросов на коммунальных и водопроводных сетях. Мария Владимирова, Антон Водряков, Телеканал «Север». И вновь мы возвращаемся к истории нашей маленькой землячки Варьи Журавлевой, которая борется со страшным недугом – раком мозга. Сейчас девочка находится в одной из клиник Израиля. Ее родная тетя поделилась в соцсетях информациях о состоянии девочки. Результаты анализов получили, пишет на своей странице в социальной сети ВКонтакте тетя Варя Журавлевой Галина. Диагноз подтвердили. Вчера Варюше установили под кожу порт для химиотерапевтических препаратов. На днях начнут лучевую терапию по несколько минут в день на полтора месяца. Предварительно лечение займет от полугода до года. На сегодняшний день собрано 8,7 миллионов рублей. Осталось собрать еще 7,3 миллиона. Галина благодарит учеников и учителей второй школы за проведение благотворительной ярмарки, средства от которой были переведены на карту мамы Вари Журавлевой. Еще одна ярмарка в школе номер 4 пройдет 7 декабря. А 14 декабря благотворительную ярмарку в помощь Варе организуют в школе номер 1. Кстати, журавликов тоже много. Я не рассказывала, что мы преодолели заветное число тысячу журавликов. Уже отправили больше, чем полторы тысячи журавликов. И еще отправим. С ума сойти. Нас в израильской клинике, наверное, надолго запомнят. Пишет Галина. Дорогие телезрители телеканала «Север», маленькой Варе все еще нужна наша помощь. Помощь неравнодушных взрослых с добрым сердцем и отзывчивой душой. Благодаря таким людям, которые не остались в стороне чужой беды и перечислили более половины необходимой суммы на лечение девочки, у Варе появилась надежда на выздоровление. Ей больно. Очень больно. Применяемые в борьбе с раком терапевтические воздействия очень болезненные. Их с трудом переносят взрослые. Варе 9. И она борется не только с болезнью. Она борется за жизнь. Перевести любую сумму можно напрямую семье Варе. Номер телефона и номер счета для перевода вы сейчас видите на своих экранах. Итоговое сочинение по литературе сегодня по всей стране писали ученики 11-х классов. Зачет по нему станет допуском к сдаче единого государственного экзамена. Согласно регламента, сочинение началось в 10 часов утра по местному времени, продолжительность написания 3 часа 55 минут. Для участников с ограничениями по здоровью к основному времени добавят еще полтора часа. Итоговое сочинение – это самый настоящий экзамен, говорят учителя. Подготовка к нему началась задолго до его начала. Еще в сентябре Министерство образования опубликовало пять основных блоков. «Война и мир» к 150-летию книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение» он и она. Каждому блоку были даны темы. Ребята готовились к этой теме уже с 10 класса. То есть было намечено, как правильно построить сочинение, какие должны быть основные пункты сочинения. Мы с вами помним, наверное, с детства. Это вступление, это, конечно же, основная часть и это вывод. На сегодняшний день основными являются критериями проверки этого сочинения. Конечно же, раскрыта ли тема, комментарии к этой теме, и чтобы тема была написана самим учеником, а не списана. Вот эти два критерия будут самыми важными. Если ученик попробует что-то списать, конечно же, будет видно, проверяется все на плагиат. Проверять экзаменационные работы 11-классников будут учителя. Сочинение оценивается по системе «зачет-незачет». Те, кто получил незачет, не явился на сочинение, не завершил написание по уважительной причине, могут написать его в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года. Добро в России. В Сочи накануне стартовал Международный форум добровольцев. Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран. Организаторы форума – Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр и Ассоциация волонтерских центров. Принимают участие в форуме и представители Ненецкого округа. В течение двух дней деловой программы участники не только узнают тенденции развития волонтерства, но и нарабатывают профильные компетенции, а также выстраивают взаимодействия для дальнейшего сотрудничества. Кроме того, для участников организованы дискуссии, мастер-классы и профильные секции с участием ведущих экспертов разных сфер. Ненецкий округ на площадке представляет делегации из 10 человек. Это волонтеры Победы, представители Пустозерского музея, которые продвигают в Заполярье экологическое волонтерство, участники проекта – серебряные волонтеры, а также сотрудники ресурсного центра добровольчества Ненецкого округа. Завершится форум 5 декабря. Именно в этот день отмечается Международный день добровольца. Глава региона провел рабочую встречу с вновь назначенным управляющим Сбербанка России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Участие в разговоре приняли заместители губернатора Юрий Бездудный и Татьяна Лагвиненко, а также руководитель окружного департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций Павел Окладников. Встреча губернатора Ненецкого округа с Константином Виноградовым прошла в Нарьинмаре накануне. В ходе рабочего совещания обсуждались вопросы, касающиеся перспектив практического взаимодействия органов государственной власти региона с крупнейшим транснациональным и универсальным банком России. В частности, Александр Цибульский предложил руководителю Сбербанка по Архангельской области и Ненецкому округу стать партнером региональных властей в реализуемом на территории округа проекте социальная карта жителя НАО, которую в ближайшее время планируется интегрировать с полноценным банковским приложением. Как сообщил руководитель профильного департамента Павел Окладников, проектное предложение уже направлено в адрес Сбербанка по Архангельской области и Ненецкому округу. Константин Виноградов выразил заинтересованность в данном проекте. В ходе встречи стороны договорились совместно проработать возможности создания в Ненецком округе регионального центра компетенции в рамках реализации на территории региона национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Центры, которые создаются в регионах, призваны обучать и воспитывать экспертов, которые в дальнейшем будут заниматься наладкой системы повышения производительности труда на предприятиях. По мнению вице-губернатора Ненецкого округа Татьяны Лагвиненко, при создании такого центра в регионе опыт Сбербанка, который с 2008 года реализует концепцию бережливого производства, может стать полезным. На встрече также обсуждался вопрос реализации концессионных проектов в системе ЖКХ и варианты предоставления жителям сельских поселений дополнительных возможностей по обналичиванию денежных средств. Жители Ненецкого округа активно принимают участие в первом вокальном интернет-конкурсе каверов на ненецком языке «Поющие голоса». Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте и включает в себя три этапа. Первый по приему конкурсных материалов завершился 1 декабря. Пока конкурсное жюри выбирает лучших, идет народное голосование за номинацию «Приз зрительских симпатий». Для того, чтобы отдать свой голос, надо перейти по ссылке на сайт ассоциации «Ямал потомкам». Голосование за полюбившегося вам участника продлится с 3 по 8 декабря до 23 часов 59 минут по местному времени Ямала-Ненецкого автономного округа. Главная цель конкурса – сохранение и развитие популяризации родных языков коренных малочисленных народов Севера. Идею проведения песенного конкурса подали активисты Комитета малочисленных народов Севера и Малоненецкого округа. Ее поддержал депутат Законодательного собрания региона и помог воплотить в жизнь. Жители Ненецкого округа подали на конкурс порядка 10 заявок. Среди конкурсантов – профессиональные музыканты и любители. Например, дуэт участников известного в округе ансамбля «Маймбова» Екатерины Ордеевой и Августа Ваучейской. Александра Фомина, сотрудник этнокультурного центра, замахнулась на лабутены и сделала кавер популярной песни группы «Ленинград. Экспонат». Молодой коллектив Ягарта Сей из деревни Андик также представил на суд жюри свое творчество военную песню «Катюша» на ненецком языке. Еще один конкурсант от Ненецкого округа – Кирилл Ваучейский, учащийся ненецкой школы имени «Пырерки», также участник ансамбля «Маймбова». Фольклорная группа «Ненэйсё» из поселка Красное также среди участников поющих голосов. В репертуаре музыкальной группы «Новый день» есть песни советской эстрады, переведенные на ненецкий язык. Солистка и автор многих песен Татьяна Сидейская. Группа «Нордбенд» из Нарьенмара замахнулась на самого Цоя. Кавер получился достойным. Преподаватели детской школы искусства с города Нарьенмара Ирина Пудовкина, Надежда Кашинцева, Любовь Черняева и Раиса Чупрова с удовольствием присоединились к каверу на ненецком языке. Жительницы поселка Нельминнос Сатьяна Конюкова и Нина Нагатысая также в числе участников конкурса. А самый юный участник каверов Сережа из поселка Красное. Третий заключительный этап конкурса каверов на ненецком языке состоится 10 декабря. Тогда жюри назовет имена победителей. Лучшие исполнители песен на ненецком языке получат заслуженные призы и дипломы. Напомним, что прямо сейчас вы можете проголосовать за номинацию приз зрительских симпатий. Для этого надо зайти в группу ВКонтакте и пройти по ссылке на сайт Ассоциации Ямал потомкам. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова